В Химках продолжают восстановительные работы на теплосетях. Основная масса проблем с отоплением в микрорайонах уже решена. В городе по-прежнему работает 15 аварийных бригад, которые ликвидируют единичные утечки на теплотрассах. Один из адресов – улица Маяковского. Вблизи дома номер 27 ремонтируют износившийся участок трубопровода центрального отопления. Работа по восстановлению коммуникаций лично контролирует глава округа Дмитрий Волошин. При осмотре этого участка рабочие выявили несколько дефектов, которые нуждаются в срочной замене. Коллеги с ТСК «Мосэнерго» провели раскопки и обнаружили поврежденный участок. Сейчас принято решение заменить его. Заменить предстоит около 60 метров трубопровода. Для этого специалисты ТСК «Мосэнерго» будут производить кратковременные отключения подачи отопления. Однако, по словам первого заместителя директора теплоснабжающей компании Романа Агапова, горожане этого даже не заметят. Отопление будет отсутствовать не более полутора-двух часов. «В течение трех дней мы планируем завершить здесь работу. Сейчас динамика положительная, количество повреждений также сокращается. Мы продолжаем активную работу и темпы снижать не будем». Работать на улице Маяковского бригада будет весь день. Устранить протечку стараются как можно скорее. Дмитрий Волошин дал поручение в случае необходимости увеличивать бригады рабочих на участках. «А вам хватает сил, да?» «Чем лучше людей теперь». Аналогичная авария произошла на улице Парковой. Здесь Дмитрий Волошин встретился с жителями микрорайона. «Добрый день». «Здравствуйте». «Здравствуйте. У вас тепло дома?» «Да». Несмотря на повреждения теплотрассы в квартирах, у людей тепло, так как дом подключили по резервной схеме к магистрали. «На этой магистрали сейчас 22 дома находятся, многоквартирных. Мы для того, чтобы не отключать от водоснабжения дома, запустили по резервной схеме. Сейчас тепло. Тепло есть, горячая вода есть. Работает сегодня вся наша служба ЖКХ без остановки, круглосуточно. Реагируем абсолютно на все обращения». Дефект на этом участке обнаружили и устранили в течение суток. «В начале отопительного сезона у нас действительно были перебои, но потом это все наладилось. Сейчас все очень благополучно, все хорошо, в доме тепло. Даже открываем окна, чтобы проветрить. То вот вчера парило буквально за домом, конечно, это тоже вызвало определенные волнения среди жильцов. Очень приятно, что быстро отреагировали. Сегодня уже нашли проблему». Похожая проблема и на Кирове-14. Из-за прорыва теплотрассы в подвале скапливается вода. «Мы не мерзли. Отопление у нас есть. Главное отопление нам включили, у нас все хорошо. А вот последнее время, последние 4 месяца у нас магистральная течь, подвал горячей воды. Откуда-то вот именно по магистрали. Идет очень сильное запаривание в подъезде». «Мы сейчас пойдем посмотрим». Влажность на первых этажах, обвалившаяся штукатурка, все последствия прорыва трубопровода в подвале. «Сколько нам, Денис Анатольевич, времени нужно отремонтировать, привести все в порядок?» «Мы жителям сказали, что в течение двух недель мы это все выполним. Они сейчас как устранят ТСК «Мосэнерго» непосредственно утечку, запаривание перестанется». «Мы отремонтируем. Это, конечно, никуда не годится. Что это за подъезд такой?» Дмитрий Волошин распорядился немедлить с ремонтом в подъезде и завершить работы до середины декабря. «Переговорили с нашими жильцами, которые являются старшими по данному дому. Договорились, как мы будем действовать. И этот вопрос будет полностью решен». Ну а сами жильцы в ожидании скорейших преобразований в доме. «Хочу выразить отдельную благодарность главе города Химки Дмитрию Владимировичу Волошу. И мы очень надеемся на то, что проблема будет устранена и наш дом опять заживет своей обычной нормальной жизнью». На сегодняшний день без отопления в городе не остается ни один дом. Однако в некоторых многоэтажках занижены параметры тепла из-за повреждений. На такие случаи коммунальные службы города совместно с ТСК «Мосэнерго» реагируют в течение нескольких часов. «В настоящее время мы знаем порядка 20 утечек, которые будем работать. Но работа по выявлению продолжается, их не всегда видно. Мы будем продолжать их выявлять и устранять». В Химках продолжает работать штаб по вопросам теплоснабжения под руководством главы округа Дмитрия Волошина. План работы администрация контролирует дважды в день. Эта работа будет продолжена до конца отопительного сезона. Александр Сергеев, Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.